Свыше 450 тысяч человек приняли участие во всероссийской акции «Библия-ночь-2019». Более тысячи библиотек по всему Краснодарскому краю распахнули двери для гостей, продлили свою работу и подготовили увлекательные мероприятия. В этом году акция была посвящена Году театра в России. Восьмая ежегодная социально-культурная акция «Библия-ночь-2019» прошла во всех библиотеках Славянского района и вызвала большой интерес во время библиотечно-театрального культпохода за кулисами обложки его участники, а это были славянцы всех возрастов, от учащихся начальной школы до пенсионеров, смогли познакомиться с разнообразными видами театрального искусства. Скоморошество, министрели, уличный кукольный театр, драма, комедия, оперета, театр теней. Им рассказали о творчестве драматургов и деятелей театра. В «Аллее любви», которая уже давно стала одним из любимых мест отдыха славянцев, была представлена литературно-игровая программа для детей «Театр открывается». Вот мы здесь, в центре города, для маленьких наших читателей, подготовили литературно-игровую программу «Театр открывается». Дети вместе со своими родителями пришли, и они смогли почувствовать себя настоящими актерами. Они призвали на помощь и интуицию, и смелость где-то, ну и, конечно, понимание своих зрителей. Я думаю, что у них очень получилось, они все у нас замечательные, талантливые. Ребята с радостью участвовали в программе, и для них уже русская литература не пустой для сердца звук. Я заканчиваю уже первый класс, я люблю читать сказки, стихи. Я люблю читать книжки. Мои любимые авторы Константин Паустовский и Александр Сергеевич Пушкин. В детской библиотеке вниманию юных поклонников театра предложили театральные зарисовки, ждут актеров и роли, и зрители. Наконец-то я в балете, я забыла все на свете, даже три помножить на три я сейчас бы не смогла. Наконец-то я в театре, как я этого ждала. Для того, чтобы донести до них полезную и важную информацию о театре, были использованы все доступные средства – книги, песни, тематическое видео. Мы совершили путешествия по разным театрам мира, по разным городам, увидели выступления и кукольного театра, и театра теней, оперного, балета. И, конечно, дети сами стали актерами, режиссерами, сценаристами, выступали, ставили сценки, участвовали и получали призы. Нам рассказали, какие есть виды театров, какие есть куклы, там, марионетки, перчаточные. Мне нравятся такие мероприятия, так как можно здесь отдохнуть и развлечься. В молодежном сквере зрители собрались в амфитеатре, на библиотечных подмостках «Мы приглашаем вас». Творческие игры, конкурсы, постановки, экспромты – все это здесь было. И каждое выступление, каждая удачная находка встречались горячими аплодисментами. Но когда 12.20 бьет звонок один-другой, надо было расставаться. Дорогая! Дорогой, я такая! Я такой! Я плохая! Я плохой! Я не еду в Ленинград. Как я рада! Как я рада! Ребята демонстрировали постановки на темы картин знаменитых художников, показывали инсценировки сказок Пушкина. Ты должен ходить в театр, в кино. Это обязательно для всех. Я очень рад, что проводят это мероприятие, которое привлекает молодежь в эту сферу деятельности. Мне понравилось мероприятие. Оно веселое, задорное и очень интересное. Библия ночь продолжилась театральными состязаниями и театральным вечером, посвященным творчеству Гоголя. Незаурядное действие нашло своих зрителей и поклонников. И надолго им запомнится. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа События.